90% продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из-за санкций, замещены, но замещены они не российскими производителями, а чаще всего другими импортерами. Это вывод рыночных аналитиков. И сегодня главный вопрос, как идет процесс импортозамещения именно отечественными товарами. Его результаты обсуждали в Нижнем Тагиле, на заседании президиума Госсовета, куда приехал президент. Путину докладывали о новых авиационных двигателях, которые должны поставить на новые самолеты уже в следующем году, о новой платформе «Армата», на которой будет базироваться целая линейка бронемашин, в целом оборонное импортозамещение признано успешным, и секрет этого успеха в новых схемах финансирования. Президент говорил о безопасности, ведь новые условия игры — это не только оружие. Именно самообеспечение России сегодня — основа безопасного существования страны. Это показало ситуацию с Крымом, оставшимся без света и воды из-за подрыва линий электропередач в Херсонской области. Конечно, эти проблемы будут преодолены. Удивляет только позиции наших партнёров из Киева. Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться. Это очевидно и понятно. Они говорят о необходимости возврата Крыма в состав украинского государства и издеваются над людьми. Действуют прямо в противоположном направлении. Ну что ж, это в выборах такой. Ничего нового и удивительного здесь нет. Нужно сегодня сделать всё, чтобы работали временные источники генерации, а к 20 декабря, как мы договаривались, чтобы была положена уже первая нитка энергомоста, ну а летом 2016 года и вторая нитка. Надеюсь, что так и будет. Продолжение следует...